привет друзья это вот цикл который я такое делаю простые люди называется я не очень понимаю зачем берутся интервью у людей известных не честно говоря не очень интересно что думает о жизни человек богатый известный успешный да что там знает что он знает об этой жизни вот а люди простые цикл так называется простые люди а им конечно хочется дать слово чтобы понять чем они живут на что они живут как они живут как они видят эту жизнь политику социологию вообще не знаю все остальное и вот сегодня у нас представляйся так сама презентация такой прям не подготовил меня зовут максим тепло следит особенно за вашими диалогами то самые горячие моменты могли заметить в комментах как я тебя периодически защищаю так что тебя зовут максим что ты живешь светлым коммунистическом прошлом слэш будущем беларуси в городе минске как я понимаю да вот и сколько тебе лет и чем ты занимаешься мне сейчас как на собеседование прям слушаю мне сейчас 30 возрастом за не определяет человека 34 я сейчас в творческом поиске скажем так ну специальных какая у тебя ежик а до него если там я послали деятельность я не то чтобы что ты сейчас конкретно у кого ты работаешь мне это как бы не принципиально просто вид деятельности чем ты вообще зарабатываешь на жизнь так в том-то и дело я я описал у меня я очень разносторонне менял сферы деятельности последний твой заработок какой последний мой был лазерный станок чипу то вырезание из фанеры всякой ерунды ты прям работал на нем да это вообще не сложно на самом деле это понятно техническая интеллигенция не так до этого я большую часть времени больше десяти лет торговли провел менеджерами коммерческим директором там всем чем угодно торговая интеллигенция не пришли мне кажется этот такой знаешь вопрос трактовок и как бы личного такого понимания мне нет такого определения точного ясного который устал у как бы удовлетворила бы всех вообще на свете и от это я просто я без особого умысла это делаю просто как я же тоже мы и мы с тобой не знакомы я мне интересно чем ты занимаешься какой-то глуп группе из себя как бы относишь сам вот меня все называют режиссером но я не чувствую себя режиссером на самом деле потому что есть некоторые параметры по которым я называю я называю режиссером квентина тарантино понимаешь вот я могу сказать квентин тарантино это режиссер я могу назвать тебе еще пяток режиссеров которые что режиссерами хорошем в крупном смысле этого слова остальные в общем кто-то снимает фильмы кто-то снимает телепередачи но это для меня режиссер это сакральная такая штука а ты сейчас вот здесь вот не подменяешь режиссера создателям потому что создатель это автор сценария режиссер еще что-то режиссер но в моем где-то обыватель в моем у васиком и режиссер сидит соответственно за решетом кресло у него и сценарий кем-то за написанным не им ну то есть понимаешь дачу на попаду он не самый сценарий пишет там и ну то есть нет я не подменяю я как бы ладно оставим режиссер что тут что тут тебе сказать я говорю я я считаю вот есть режиссеры которые чего-то такое снимают принципе командует на съемочной площадке понимаешь такой командир съемочной площадки да есть несколько определений режиссуры которые мне как бы нравится которые мне близки которые я считаю правильными да вот одна из них это кристофер нолана кристофер он который начало снял бэтмена да брать имя шеду того кто больше кого больше знают да да он где-то я у него прочитал интервью он сказал что режиссер это представитель зрителя на площадке на съемочной да вот это одно из определений которые мне как бы кажется хорошим правильным таким да но их на самом деле несколько но по сути ладно оставим разговоры режиссер хотя можем поговорить что хорошо знаешь почему это интересно потому что вот кристофер нолан ну не не самые понятные для широкого зрителя фильмы снимает местами он снимает такие крупно бюджетные суммы в том смысле что они собирают много значит зрителям нравится они идут смотрят дискутабельный вопрос потому что некоторые идут просто потому что это же кости нова но я и даю как как-то это же имя да но если взять тот же фильм помню например его но это не самое простое для просмотра кино смотрел чел себя татуировками покрывал но у него такая амнезия была что каждый день у него как новый не смотрел моменты где не самые простые я думаю что я один такой кто не до конца так и вкурил чем начало закончилось это есть понимаешь это есть классный режиссер когда он понятен разным людям с разным образованием с разным таким уровнем проникновения фильм понимаешь интересе не тоже понять интересен то есть кто-то смотрит поверхностно я довольно поверхностный человек я смотрю поверх есть люди которые выкапывают глубоко но человек который в ванне карениной но в этой пустышке условно говоря расписал на три ролика с монтажом еще скорее всего пересмотрел три ролика девять будет у меня 9 написано еще нет два планирует еще пересмотрел кучу экранизации да да все прошу все будет ну ладно давай поговорим о тебе вот ты же я ну давай все таки диалог построим потому что обо мне как-то я немножко смущаться будет тебе а собственно твоей жизни как о жизни мне вот интересно сколько ты зарабатываешь ну я понимаю что там конкретных сумм может если тебе не хочется говорить о конкретной суммы расписать просто ну как бы обозначить да сколько тратишь ну вот я работаю за еду фактически да вот вся моя работа все уходит на питание правда семья поэтому они тоже какую-то часть съедает но по сути в общем не сильно я в этом смысле не то чтобы богато я за еду работаешь вот ну еду неплохой я не буду там жаловаться да я там не мнение миску суба дают в день но тем не менее я не азбука вкуса да не хлеб лет обычный пятерочка ашан собственно я никуда в дорогие магазины не хожу поэтому на самом деле нет не ел но же был гость и же видел его он хвалил его очень кстати вот по поводу гостям еще вернемся если ты не против я просто могу отходя от своих персоналей все-таки белорусы а у россиян что под вашими видео что в целом я вижу есть очень много каких-то стереотипов и неправильных представлений о нас и мы можем вот так вот плавно перейти ну конечно заметил ну вот прям вот что коррелирует с твоим последним предпоследним роликом вот как раз про на в украину да да у вас до сих пор даже сергеевича не научить называть белару они он уже научился ведь белоруссия не белоруссия да то есть часто говорю белоруссия а вообще это задевает что ли я концентрируюсь когда я понимаю что человека это задевает я на этом очень концентрируюсь то есть я узнаю что у меня есть там товарищи в киеве и вообще как бы есть люди которых я знаю и некоторых из них реально это цепляет когда говорят на украине говорю в украине мне не сложно на самом деле я не вижу я что ты думаешь мне написала на этот ролик комментарий моя учительница русского языка она говорит в украине а не на украине и объяснила почему там я не повторю сейчас ну хорошо так расписала грамотно но при этом говорит в общем особой разницы но как бы правильнее то есть говорить в украине но это ладно это мне кажется сейчас все все специалисты по русскому языку я тебя сейчас как раз по поводу специалистов скажу а вот по поводу вы на украине вот чем мне твой ролик понравился хотя это бритва кама понимаешь то есть нормальный человек ну разум он и так понимает да ты же гриш он же будет говорить там в англии или во франции да почему на украине да что это за принципиальный вопрос ну то есть нормально человеку это не надо объяснять вот она так и объяснила вот учительница русского языка извини прибрюю что на это традиционная а вы правильно твой ролик мне понравился в том что насколько вот ну то есть он излишне для нормальных людей для думающих но насколько вот ты вот подошел с такой вот интеллигентской позиции что ли очень классно не понравилось это обычная ситуация необычный взгляд это всегда здорово вот а беларусь меня как как бы сказать то есть нет у меня не подгорает но просто когда начинают пытаться якобы аргументировать свою позицию да то есть я все их аргументы знаю начинает постановление басманных и хамомнических судов что по моему для россиянина вообще смешно да пасманных это уже по моему пищево языцах даже вот мы беларусы знаем и заканчивая какими-то правилами русского языка я вот ради эксперимента вот последнее вот недавно у нескольких абсолютно попросил так приведи аргументируй приведи мне эти нормы русского языка ну просто ссылку скинь на этом дискуссия наша заканчивалась ну и просто понимаешь вот любой россиянин же может зайти на сайт мида министерства иностранных дел россии беларусь россии или в общероссийский классификатор стран да то есть вот на это все скидываешься мне кажется есть определение но страна называется беларусь я сам я по старой привычке я тоже часто вот мы ездили мы прошлом году катались по беларуси с семьей и проехали всю то по кругу по это и я я по привычке часто говорю беларусь я а у меня сын ему 14 мне каждый раз поправляет а местный как реагирует не но я-то с местными особенно не обсуждал страну то да то есть но как бы я не не знаю не было повода я не говорил как-то никто особенно я не помню чтобы никто что-то говорил но просто когда мы мы же с семьей в основном разговариваем и он меня каждый раз поправлял потому что вот для него для него это уже привычно да для него нет этой беларусской сср у него никогда не было у него только беларусь только независимое государство и другого варианта нет для него мое высказывание по сути просто грамматическая ошибка с этим уже ничего не сделаешь мне кажется что тут люди могли привыкли уже да то есть особенно те кто родили советском союзе это все понятно мне просто периодически вырубает желание отстоять свою правоту вот вопрос ну то есть привык чего хорошо так скажи мне просто привычно но не надо при этом приводить какие-то выдуманные аргументы пустые и которые на самом деле не аргументы когда мне вот в рахомой и суд писали это вообще такая история давно замечал такую такую проблему вот у людей у многих да они вот часто значит происходит выбор какого-то товара то все выбирают смотрят там анализируют там вот какой-то не за гаджет ноутбук не знаю электросамокат или что-нибудь что там выбираешь когда человек определился он покупает эту штуку и когда он ее купил он почти никогда и не ругает вот он есть такой то ли это есть которые конечно ругаются на свете это но вот часто люди просто защищают собственный выбор без объективных причин понимаешь что казалось бы что тебе тот самсунг который вот у тебя у меня было и была история когда у меня самсунг просто не работал купил я знаю что 99 процентов он работает от личных проблем но у меня все равно ловится и все не чувствую но вот эта штука когда человек какую-то тезис озвучивает или какой-то поступок совершает и потом до упора его начинает защищать и отстаивать правоту этого поступка иногда очень глупого и ты думаешь боже мой ну что ты тут отстаиваешь подставить то ничего ровное место но нет вот упрямую вперед как как под танк понимаешь с гранатой ну так расскажи структуру своих расходов ладно доходов расходов расскажи ты же не за еду работаешь нет ну и в этом-то и сложность понимаешь потому что если зайду то как бы проблем найти что-то вообще нет давай кстати вот на примере бюджетников да чтоб как раз вот и твои зрители могли сравнить у нас обычно бюджетники это кто это либо силовые структуры либо учителя либо медики да вот очень хорошо знает тем что чиновники или это отдельная какая-то абсолютно отдельная категория то есть но чтоб ты понимал у нас последние лет 10 в риторике президента рефреном идет заветный по 500 всем 500 долларов до средняя зарплата что получилось в этом году без стад русское статистическое агентство натянуло только в минской области у нас 6 областей и минска соответственно как у вас московской самые богатые в минске она только еле-еле натянула 500 долларов этих вот и 500 долларов или она натянула их нет она натянула абсолютно вот я сейчас простим поэтому тебе я расскажу на примере то есть вот мы а и чиновник а чиновники получали далеко под пищу и больше уже давно долларов то есть для не они нужно понимать что беларусь это как бы пол москвы да у нас не те масштабы как у вас но у нас все то же самое и что-то ваше перенимают от наших а что-то наше от ваших вот этот весь колхоз вот это все некомпетентность непрофессионализм просто чудовищный это людоедское отношение к людям да то есть когда люди это даже даже машины они по своей цене дороже чем обычных людей которые с ними никак не связаны то есть вот и вот это у нас все идентично просто ну масштабы чуть-чуть разные да то есть у вас там вот дом магнитогорский завалить там и все забудут через неделю а у нас как бы вот когда был организован теракт на октябрьской если помнишь знаешь как бы достаточно долго это было так на слуху хотя вот двух парней там знаешь быстренько очень быстренько закрыли нашли двух птушников реально птушников периферии на них все повесили и за год закрыли все своих расстреляли и родственникам даже тела не дали не выдали у нас одна из последних стран где смертная казнь до в год проводится с каждым годом все меньше меньше но проводится и а за лично после лично подписи президента то есть он как бы сам одобряет вот такой вопрос дискутабельный на самом деле поэтому так в общем перейдем если перейти к зарплатам вот мы возьмем врача среднего да терапевта обычный терапевт не высшей категории но не только который пришел да то есть он уже где-то там чуть-чуть поработал несколько лет и он не у нас не надрывается да то есть он не работает две ставки так чтобы с утра до насчет там сидеть у него эта зарплата получится в минске то есть в регион это сразу уходит вниз точно так же как у вас то есть другую совсем ужасном 700 800 рублей это 400 долларов 350 400 долларов сохранился курс 208 час 2 я буду просто переводить и допустим что этот врач квартиру в минске снимает если он снимает в минске это вообще не знаю как они там работают это только если с кем-то на пару потому что какой-то клоповник это 200 долларов месяц плюс коммунальные коммунальные вот я специально для тяжелого подготовлю то есть если надо мы потом кролику можем прикрепить там всякие сноски получилось фоткать платежку двухкомнатной квартиры где никто не живет уже полгода но там прописано два человека и там коммуналка за месяц за апрель вышло 24 доллара а если мы берем обычную семью которая живет в трехкомнатной квартире с интернетом со светом то получается у нас следующее у нас получается за апрель 35 долларов чисто коммунальные потом где-то от 15 до 20 долларов но зависимости но это в среднем за электричество то как пользуется примерно 17 долларов это интернет 3 2 с половиной 3 доллара телевизор не этот телефон городской и телевидение там если кабель на этом такое где-то примерно 5 6 долларов ну я думаю ты не посчитал я просто отдельно вот каждый каждый грамм 300 долларов за съем квартиры и это до 100 долларов где-то нет меньше то было меньше получается коммунально если этого будет у тебя двухкомнатные тем более однокомнатная но у нас есть немножко разница прописан там кто-то или нет да там где никто не прописан там по полной тарифы там выше стоимость а вот счетчики стоят везде счетчики воды у нас стоят везде соответственно если у тебя два стояка то у тебя будет четыре счетчика в квартире газ у нас практически не ставят и электроэнергии ну у кого как стоит а тепла но это уже как-то поставить тепло вот у нас считает по по прописанным как раз а да у нас по прописанным считает и плюс еще какой-то видимо там базовый тариф и тепло тепло не по метрам по метрам нас считает тепло по метрам вода у нас тоже везде стоит ну почти у всех есть я знаю люди у которых не стоит но их такой тариф получается не непонятно почему люди не ставят потому что это просто знаешь такое финансовое выдавливание в счетчике вообще ужасно ну газовый топом никто и не ставит на штамм цены такие копеечные счетчик будет дороже стоит чем оплачивать по таким тарифам вот на электричество естественно всех стоит вот я понял да это если добавить это там ну тут уже как кто как разговаривает но меньше 50 долларов это в принципе нереально но если мы говорим про обычного человека да там то есть понятно что может да но это прям самый минимум то есть это самый минимум то есть я приезжал в прошлом году мне что-то недавно мне показался дешевым я купил какой-то тариф у вас там я уж не помню но показался мне дешевым я купил с интернетом с телефоном там что-то мне на две недели надо было я на месяц купил вот а домашний интернет 17 долларов стоит ну у меня стоит я тебе сказал за этот за 100 мегабит и опять мы говорим про минск потому что в регионах там еще dsl у нас он много где понимаешь у нас в стране от вас там есть там йод и все что дальше да а у нас за пределами минска еще в областных городах есть провайдеры более-менее там 12 а везде только белтелеком у нас госмонополии сплошь и рядом если бы у нас такой совок на самом деле вот что сейчас ты начнешь если вникать если бы рассказать прям прибалдеешь я был я когда ездил меня это знаешь такое было вот ощущение от беларуси ощущение такого знаешь не совка на самом деле а совка с картинок вот как я учился изображали вот совет я-то жил тут понимаешь я видел тех там хулиганов бандитов никакой безопасности такой особой не было те могли избить любом месте понимаешь при этом я ходил один школу там маленьким ребенком да ну не то что там убить не могли конечно может могли но как-то не особо но сказать что прям такое безопасное место советский союз я бы конечно так не говорил а вот от от минска особенно у меня было это ощущение такое знаешь прям светлый только пионеров нет а так вот знаешь все прям как я еще заехал к заехал я на машине ездил я заехала и так солнце садилось это как-то красиво освещалась это прямо советская пасторальная была и это знаешь такой монументализм этот советский бетон большие здания такие крепкие конструктивизм да по-моему называется очень очень интересное такое совпадение у меня было советским придуманным советским прошлом понимаешь таким вновь создающимся сейчас как многие люди думают что в советском союзе было такой рай земной но не знаю я так я просто позвольте потом вернусь потому что у меня на самом деле я я же тебе и писал что вот я сейчас замечаю крайне мере в интернете какая-то знаешь там есть третьего низма да а вот здесь какая-то третья волна совка можно у тебя так говори совка дрочеров да понимаешь то есть и какой-то не понять вот мне абсолютно непонятный интерес да я был маленький когда был советский союз но мне отлично рассказали я родился не в крупном городе я очень маленьком и я прекрасно рассказали с какими сложностями сталкивались там люди да и вот только борис сергеевич нам ролик сегодня или когда выложил про туалетную бумагу вот это все у нас то же самое было да то есть когда люди дорвались вот это вот вот эти все симпатанты я таких и не видел никогда вот этих вот с этим я их только видел в пародийных вещах потому что где я жил нельзя было вообще никак достать даже теоретически ты этого человека с этой туалетной бумаги в минск поехать рано утром там отстоять в очереди какой-то это где-то раз в сезон могло сделаться да то есть это тоже то есть ну ладно это мы опустим это партийными вождями орденами ленина вытирали все что не вообще не знаю как это это же по сути антисоветская диверсия когда у людей нет туалетной бумаги что не делает они берут комсомольскую правду правду труд а там везде вожди на вожде понимаешь они все это режут при сталине не знаю расстреляли бы всех на виза весь советский народ или кого бы хотя я не знаю как они пользовались при сталине муж какие-то там сложно сказать туалет на тему вот то есть получается что у нас специалист то есть мы я говорю про врача то есть это же это же вообще даже на сегодняшний день не знаю то что у нас тоже с каждым годом все-таки квалификация падать все больше и больше и вот например может и слышал про доказательными цену очень последние несколько лет это прям вот мировое направление я просто не буду засорять речь там всякими трендами и прочее когда можно заменить нормальными словами до обычными привычными мировое направление доказательными цена да это лучшим лучше ознак тому кто заинтересуется знакомиться есть очень классных лекций и на ютюбе и отличные специалисты там рассказывают у нас например те кто закончил а и получается те кто закончил вуз хотя бы пять лет назад и больше вузе уже этого не застали там этого не преподают и у них нет ни интереса ни стимула это учить сейчас когда они уже специалисты когда работают я вот как-то пообщался с врачами вообще маленького городу городка да который у которых стажа работы больше чем не лет они вот не знают сколько органов чувства человека да вот сколько по-твоему говори сразу ответ правильный их не пять тем более не шесть их в зависимости от подсчетов от десяти до восемнадцати они этого не знают им это не надо я не лечить это не мешает то есть круг интересов сразу понятен да это при том что я считаю что это как бы профессиональный интерес а уже спрашивать у них что такое кохрейн когортные исследования это вообще космос да про списки фуфламицинов тоже они они ими лечат до сих пор и даже не задумывается об этом но я к тому что вот представляешь врач дальше следует учиться еще год по ординатуре проработать и ты приходишь и тебе надо либо сразу на себя взваливать нереальный объем работы потому что у них еще куча всякой такой тупой ненужный вот бумажка марательства это просто кошмар помимо ответственности да нереально а кстати у нас сейчас нету терапевтов у нас сейчас врачи общей практики возможно вы тоже к этому придете по европейскому образцу вот и он будет получать вот эти свои 350 400 долларов и и тут кстати что получится если ты ешь мясо то процентов 30 а если не ешь мясо по до 50 процентов у него будет уходить на еду просто на еду а чем мясо дороже дешевле что они те мясо на калорийный те чтобы мясо наезд и достаточно там небольшого куска чтобы овощами прожить надо небольшого куска чтобы наездся разницы нет что ты макарон съешь килограмм что ты съешь мясо килограмм но ну не килограмм поменьше но просто мясо ты больше не будешь хотеть есть на мясо и стоит из них макароны стоит 30 рублей наших российских только макарон не разбавляет овощами и прочим то очень скоро ты мне кажется с мясом дороже не поверь я я как бы прошел все пути вот с мясом дешевле и проще намного да то есть тебе что условно говоря да то есть понятно что с годами требовательный становится организм еде но само там кинул кусок мяса и ты на ужином себя можешь обеспечить да а просто макароны провел на макаронах с томатом по юности на стройках работал ротом было мое все сейчас как бы я уже лет десять него даже не хотела не могу поклонник так но хорошо ладно не неважно это такой гастрономический спор 270 280 долларов у него уходит на на коммуналку и съем квартиры до интернет телефон там всякое такое то что без него нельзя проезд и остается 100 долларов фактически 150 до 150 до 150 или 450 400 280 получается от 80 до 120 долларов на жилье на еду на еду до еду то есть он белорусский врач работает за еду если ты смотри это врач который не работает на две ставки да 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 а при этом его еще дрючат со всех сторон да с одной стороны его дрючат пациенты потому что там ну по вся по разным причинам до долларов подожди 100 долларов это 6000 на наши деньги месяц на одного человека 6000 но не принципиально тут 67 это же очень мало совсем даже по нашим меркам это мало поэтому например поэтому на одну ставку практически никто не работает но кто сам за себя не замужем прячется там не пришел там нету багажа за следа нередки случаи когда на скорой работают по ночам да то есть днем отсиживают и отхаживают потому что у них еще визиты а потом еще на скорую идут работать ночью и вот такого очень много и поэтому неудивительно что они уходят до либо уходят либо вот в той же эстонии часто мониторим момент на час врачом в эстонию приехать беларуси даже задумываться не надо нужно брать и ехать потому что единственная сложность которая будет это нужно будет выучить язык все и берут а у них так у них запросы есть то есть ты не в таллин естественно в эстонии шталин не в таллина в какой-нибудь рядом городок но какая разница не всем же нужно шум и пыль мегаполиса правильно в этом даже дело когда знаешь когда ты работаешь и тебе не хватает даже на еду тут уже тут награду жиру как видишь на регионах просто все намного хуже да то есть нужно просто вот я так понимаю это в общем общее положение экономическое правильно нет у нас у нас есть отдельная категория некоторые вот в последние лет десять чуть чуть больше 12 начала развиваться идти сфера да там это совершенно другой мир да то есть там другие зарплаты другие условия труда и мир процентов от населения это забирает он очень он в геометрической прогрессии просто в геометрической прогрессии да то есть если там их было пару тысяч вот вначале нулевых то счет сейчас идет на десятки да у нас в одной айбем сейчас работает там но они конечно не все программисты но там уже он 10 тысяч работала или больше да если мы еще возьмем ipam а если мы возьмем war thunder про который ваши знают картошку до которые делают и многое что другое то счет уже там я думаю кстати чем у нас вполне может приблизиться ну да это там один процент один процент но нужно понимать что один процент это уже как бы ну и большая часть этого одного процента в минске опять-таки да и что жители поддерживают вашего президента слушай ну здесь смотри такой вопрос такая такая ситуация получается все практически как у вас да то есть я не знаю ты в курсе нет у нас на последних или предпоследних выборах наш лучезарный даже ну понятно что он колхозник и не очень умный ну говорю все как у вас тоже в дебатах не участвуют и он в открытую говорил но он вообще все говорит в открытую как мысль не шевелится у человека что я сам сказал что мне сняли пару процентов у него там я вот был когда в прошлом году я с несколькими людьми разговаривал с хорошими знакомыми мне было смысл скрывать что-то от меня они очень даже поддельно ты сразу не скажи сферу деятельности культура культура ну смотри ну они не богаты живут близко знал людей из сферы культуры там конкретно из музыкального театра и прочего нет точно нет вам официальных зарплат это просто смех слезы были маленькие это тоже никто не особо не не скрывал зарплаты маленькие у меня случилось тут с окном однозначно если мы берем старшее поколение да ну назовем скажем так пенсионеров да ну это понятно однозначная поддержка потому что хотя и вообще не понимаю почему да то есть пенсии стабильно платье они стабильно повышается мы повышаются на копейки да вот тоже чтоб ты понимал у нас среднюю пенсию сейчас беларуси меньше 150 долларов 294 чем-то рублей 293 до 150 долларов в общем у нас пенсии теперь соотносим с коммунистическими затратами совсем за а если мы говорим про пенсионеров все-таки статья лекарства уже приобретает очень весомые становится очень весомой и я не понимаю их поддержки да то есть вот там поддержка на самом деле большая у пролетариата так называемого да пролог наши то там она пошла на спад потому что если еще допустим лет десять назад я сам слышал лично там у нас есть минске там мтз ты знаешь да минске трака на завод мазы они себя достаточно хорошо чувствовали да то есть он вот и парень такой молодой я сейчас получаю там на мтз 800 долларов я всем доволен да последние годы уже пару-тройку лет они вот мтз нет амаз например они работают на две трети что такое две трети вас по моему я такого еще не слышал нет это когда из пяти дневной рабочей недели люди работают три дня три четыре дня распространено было остальное за свой счет и получается у нас безработица поэтому а скрытая безработица просто нереально и вот вот там уже тоже конечно поддержка начала пора бы уже да что-то соображать но просто у нас долгое время действовал так называемый социальный договор это когда у белоруса был про социальный договор чарка шкварка и турция или египет да и мы обычные граждане не лезем в политику для нас оппозиция это отморозки с какими-то своими тряпками бегать потому что ну нужно еще учитывать тот момент что в россии насколько я заметил крайне по интернет среде у вас то особо ну если не брать только имперцев да у вас нет особо такой вот полемики насчет национальных символов да то есть флаг всех устраивает бой с большего герб всех устраивать больше а у нас нужно же понимать что мы когда только-только глотнули свободу там наконец-то наш исконный флаг пришел белый червона белый и герб наш на исконной погоне а потом вот пришел пришел захотел с вами объединиться тогда у него еще в мечтах было стать еще президентом совместно государства он тогда вот сделал русский назад одним тоже на наравне с белорусским и символику поменял это было как бы через референдум но уровень сознательности граждан которые только там два-три года после советского союза прошло ну ладно что год референдума 5 лет после союза прошло ну нет да и поэтому вот даже здесь у нас нет такой счет потому что мне например воротит от этого флага а герб так это вообще а ты считаешь себя другим народом не русским смысле вот есть такое в россии очень распространенная история белоруссия россии украина это в общем один народ разделенные как бы искусственным образом ты считаешь это три независимого работы дугина начнем тут рассматривать популярная точка зрения тут нет дуги на вовсе на давай без купюр говорить да вот среди кого среди быдло возможно если ты у человека спросишь кто такой говорит ты знаешь что такое гапла группа я очень сильно сомневаюсь что ты человек теперь ответить что такое что значит один народ этическим и один народ историческим и один народ как мы один народ историческим и никогда не одним народом когда у нас городах было магдебургское право в россии два города было только новгород и псков все остальное там было степь пустоши и тайга с сибири понимаешь ну о чем с украинцами ну тут знаешь такое делает а если вот я смотрел когда генетические исследования эти да нифига у нас 5 10 5 10 процентов все все остальное мы вот балтам и да скорее но нет с русским нет то есть исторически мы не были братьями никогда это люди которые не знают что какой ливонские войны а у вас это ливон и не хотите добыть брать нет ну я мне например слушай мне вообще параллельно кто человеком из лесота он из россии там и для меня важно чтобы он был личностью да то есть если человек личность он уважает меня как личность я уважаю по умолчанию его личность изначально пока он не докажет что это не так демократические европейские ценности я бы скорее сказал то как почему-то он принижает всякие идиоты и либеральные ценности потому что это все-таки либеральные потому что вот вот кстати да вот вопрос к тебе что ты думаешь насчет демократии вот это всеобщее выборное право хороший конечно я думаю что интересует я я люблю высказывание одно черчилля про это дело я это мы в курсе конечно этого высказывания но вот что ты именно думаешь когда вот еще другого понимаешь то есть я как бы свой стенд бы проголосовал за что-то другое другого варианта почему бы не попробовать ее реализовать это власть и ну и параллельный право избирать достойных квалифицированных тех кто вот есть такое знаешь вот я есть такой публицист латыни надо не знаю мне у нее нравится такая мысль я не знаю где-то она ее взяла я от нее слышал поэтому ее как первоисточник тебе высказываю хотя не уверен что это ее мысль она говорит о том что на голосовать должны иметь право те кто платит в бюджет государства хотя бы на рубль больше того что он получает из государства вот у нее такая логика мне кажется это имеет право на существование но опять же спорно да есть человек допустим от служил он стране он получает пенсию почему он не должен получать право голоса да по какому принципу это отбирать не знает а вот вот а или например если он процессе какой-то своей деятельности трудовой потерял здоровье и соответственно нет мне кажется все таки всеобщее избирательное право это в общем вещь при спорных при сложных иногда конечно не понимаю почему около какой-то алкаш имеет который но я не знаю ни о ком не заботиться ничего не зарабатывать ничего не делать ничего не производит он имеет равный со мной голос но с другой стороны это рабочая схема понимаешь просто конечно требуется уровень сознания ну вот мне кажется нужно образовывать людей просвещать людей другого пути нет он медленный пункт и дура занимается екатерина шульман у нее вот есть своя канал и передача ночи москвы сегодня поэтому правового поводу говорила она назвала что это право избирать да то есть не обязательно будет реализовано вот тут вот я ну это что типа к этому люди пришли но я вот в чем с ней не согласен что подразумевается да получается что демократия это все предел понимаешь вот вине створения да если говорить что скрипоносными определениями но весь эволюция она том-то и дело что она неостановима поэтому как бы то есть по сравнению с тем что было да нужно было демократии это был шаг вперед это классно вот а теперь это уже новый виток должен быть и когда уже все увидели потому что демократии есть минусы эти вот их назвал а плюс мы тоже не забывай что помимо тех кто избираетесь еще те кто избираются это когда на самом деле кухарка только потом за счет того что она может очень популистские какие-то лозунги произносите за ней пойдут не самые думающие но самые массовые части населения получается который даже не знаю что у президента у кандидата программа есть ее неплохо бы почитать а что прочитать ее еще неплохо бы понять образование только спасет нас культура и образование у меня будет один выпуск на тему власти очень такая у меня мысль это интересно он не корректно не очень корректно я все понимаю поэтому может не отвечать на что он касается не нас тобой что у щелкнула у сергеевича в последнее время что он такие порту низкие идеи продвигает это прям не один я это соглашательский слайд даже не отдвигает когда-то давно изучил принцип драматургии и если я говорю что-то а я никак не могу это с этим принципом жить мне на самом деле тяжело я не могу противоречить хотя это законы до жанра но я не могу противоречить его мысли которая мне близка на самом деле он тот же либерал немножко консервативный взгляд но если я говорю какую-то здравую мысль он говорит противоположную мысль не потому что он с ней согласен потому что ему кажется что поэтому это чисто игра не переживай здравомыслищий человек от диалогов и прочего там где на самом деле для для накала даже нужен конфиг интересов он свои ролики слова которые выкладывают даже сегодня у него вышел ролик где он буквально там практически цитируется вот поэтому зубами к стенке что-то мы не это и и условно говоря не рыпать не это у него не вчера началось и не на него цервативный человек что тут сделаешь ему кажется что ну лучше все не трогать это в принципе распространенная позиция среди людей старшего поколения до в том смысле что на их долю пришлось вот смотри когда они были в самом возрасте у них родились дети развалился союз я просто я помню это время да и я уже у своих родителей вырос то есть мне было 16 или 17 лет я в принципе меня не надо было молоком кормить да вот я просто помню эти давки люди которых маленькие дети да и они ломились за этим молоком реально драки чего только не было да этот слом их сильно подломил что называется да вот это же писаешь за какой какой драматический момент у тебя ребенок которому нужны еды ему не какой-нибудь еды не то уже 16 хочешь давай я кору буду дубову есть правильно писаешь ребенку два года три года до ему нужно определенное питание нужно определенное питание но его нет и это вот это время перемены резких я думаю что у этого поколения сильно как бы на подкорку записалась понимаешь и они прям категорически боятся перемен и я не не только борис сергеевич еще знаю людей которые вот прям вот только вот не надо ничего менять и моя мысль о том что если ничего не менять потом все равно будут изменения только они будут хуже в 10 раз ни до кого не доходит понимаешь и убедить в этом не невозможно то есть лучше менять сразу но по чуть-чуть до чем потом один раз в 70 лет но так что у тебя ни еды ни молока не армии ничего нет просто да все не стало молока да я-то родился еще до аварии на честного она там был маленький военный городок закрытого типа рядом была деревня так вот уже тогда детской смеси было не найти то есть дом городки я просто про молоко я жил и дерутся за это молоко понимаешь просто приводит уже до развала уже какая ситуация была не в столицах и в городах ты пойми я не защищает что там стоять человек он там не связывает это конкретно с ельцином или там гайдара не имеет значения он связывает с эпохой перемен у него это там записано так понимаешь и поэтому он категорически боится перемен а по сути это понятно что ну там перемены когда начались это же каждый отсчет точку отсчета это начинает сам да кто-то считает когда горбачев пришел к власти а кто-то читать когда союз развалился до между этим мы извини 6 лет прошло до 6 лет до прошли 85 и 91 то есть каждый эту точку находит свою но в принципе это время перемен да когда горбачев ослабил танцы это начало немножко бурли пропадать молоко появляться бандиты все это как-то так видимо сместилось какой-то такой значит прессовал поэтому я спокойно воспринимаю людей я вижу ты знаешь я же всем говорил что у нас два самых бездарных поколений как раз борис сергеевич и мое более бездарных поколений в истории планеты не было вот ну не знаю посмотрим на будущем за по нашим бумерам сейчас мы еще увидим кстати если вот вернуться чуть-чуть назад вот к поддержке да то есть мы пришли к среднему возрасту и среднему классу точнее я пришел и там уже ну в зависимости от региона да у нас просто у нас как у вас очень низкий уровень гражданской сознательности населения это просто чудовищно это просто такая пропасть что необъяснимо да вроде у нас даже нет в колледже они даже помог мне не уверен насчет колледжа если там политология но в институтах и даже не смотря то что есть политология там да есть чугэта человек общества государства там вот это все школа люди у нас просто чуть сложнее чем у вас потому что у вас многоходовочка была рокировка да а вот у нас 94 года нет ничего да и то есть люди даже не понимают зачем эти выборы да потому что они приходят и даже вот они если голосуют не так то ничего не меняется а после того как был разогнан 13 созыв у нас по-моему там все любого улица парламент наш да у нас и в парламенте уже хоть выборы приходят но тоже там абсолютно все те кто вот вот ты видел кстати из туркменистана видео когда их местные отморозы туркмен баши что-то там не все и они все пишут за ним да вот понурив голову не поднимают вот у нас же тоже самое только у нас они еще сидят а у них он уже просто их ставит то есть мы это переходный этап между туркменистаном более европейской цивилизации они будут сидя записывать поэтому они пишут сидя вот у нас самый большой прорыв только я не знаю для кого был пару лет назад когда парламент ну у нас там неважно стоит из двух палат пропустили двух женщин оппозиционеры ну во-первых как они сыграли да они норму по женщинам выполнили квоту да женщины еще и позиции пустили это типа перед европой но ты сам прекрасно понимаешь даже в такой небольшой стране как беларусь где допустим ну я сейчас утрирую да допустим 100 депутатов ну что сделать два депутата ну это это ни о чем то есть вот и дальше у нас идет молодежь но молодежи как правило большей части все же мозги более-менее в этом плане работают в плане того что они не согласны но вот почему если люди поддерживают президента они мозги не работают а те кто не поддерживает мозги работают ну понимаешь гражданка его стоять а как это не видит взаимосвязь да вот и там допустим молодой специалист закончил институт и тебя посылают в какую-то жопу где те селят непонятно что и зарплату тебя вот у нас колхозах люди чтобы мало работы за 100 долларов и те иногда не платят и те иногда не платят а иногда еще натуральное хозяйство у нас 21 века эти страна поэтому нас там могут продуктами подогнать ну-ка тут то есть как как это не видит взаимосвязи да я могу понять другая точка зрения а ты вот не разговаривал как какая как они аргументируют но у нас вот и принять что-то у нас есть железная логика что не скажи зато путин поднял за россию с колен и все и хоть ты был бы вас с каких колен он поднял я просто тебе говорю что когда у нас возникает этот спор вот он будет тебе жаловаться что ему есть нечего что он устал что у него там ботинки порвались что ты же за путина голосом говорит но зато он понял россию с колен и прошибить это невозможно ну ладно бог с ним я вот это у вас то какая фраза я вот общался так с родственницей и я тебе скажу в итоге к чему их риторика все сводится что они все ждут что кто-то придет и сделает им хорошо не но затем то ставят галочку напротив лукашенко а следующий будет придет только хуже только хуже у нас есть такая тоже у нас есть такая логика тоже многие говорят что придет будет хуже да ну и поднял с колен мне все время в этом смысле вот интересные ну вот россия теперь великая держава я говорю вот понимаете вот есть штаты великая держава великая ну ладно тогда конечно их никто не любит и вот представьте себе соединенные штаты лишают флага и они на олимпиаде идут без флага вы можете себе это представить под белым флагом да да ну как то все так начинают я говорю понимаешь вот великая держава и и тебе даже подумать страшно пишите олимпийские чиновники никогда даже думать об этом не будут они найдут компромиссный вариант а вас горю заставили нас заставили и при этом вот мы великая держи ну ладно бог с ним это конечно бессмысленный спор хорошо что я вот часто спорю с людьми вокруг меня это сейчас еще более-менее такое знаешь отрезвление уже приходит да а раньше когда произошла и когда все вокруг ходили вот это это было конечно и ты когда ты же не согласен со всем этим я не согласен со всем этим и это конечно такое давление окружающих людей на тебя происходит постоянное да что ты легче согласиться на самом деле сказать да ладно пес с ним понимаешь потому что это реально тяжело я вообще большое испытываю уважение вот ко всяким правозащитникам понимаешь который выходит нет вот не так и ты думаешь того же макаревича я лась вообще-то кошмар лишь им звание там его еще это же вообще ну давай будем честными макаревич до этого когда президента был медведев встречался с ним ему точно также это ставили в упрек он говорил дышу вы понимаете дебил а потом его загнали ну в то же время же чморили тоже какую-то часть людей да и не не заступался в да в этом смысле макаревич сидел в кафе пил с медведевым чай и беседовали на тему обсуждали не что-то рок-музыку там это был такая пиар акция у них но не за пиар акция но встреча это существовало ему и вину ставили многие вполне заслуженно а как по мне немножко странно такое идея идеализирование вот некоторых персон а что вот ты прям сразу вот родился и ты родился вот такой вот как ты сейчас есть либерал с хорошими мыслями правильного уважение честь и достоинство просто играть его со временем уже было понятно многое и были уже уже были репрессии уже не было свободы слова уже и что ты медведев это было еще до болотной все у вас все более мало но все равно уже существовали во-первых уже не существовало свободы слова фактически да как существовало эхо москвы не было такой степени патриотизма но попасть на телеканал какому-нибудь немцова уже было нельзя понимаешь то есть он уже не не существовал в пространстве уже было задушен парламент уже выборы происходили по схеме мы тут договорились это все уже было понимаешь то есть просто тогда еще не объявляли что они договорились объявили они в конце медведевского срока но разговор про то что ну то есть смена власти происходило в общем без участия моего лично ну как то есть я ходил на избирательный участок но смысл в этом особо ладно бог с ним что-то я еще хотел у тебя спросите ну понятно мне все сборки а ты специально пайку одел беларусь 2 ну я же вообще все подобрал специально у тебя когда вот сергеичем и идут такого плана ролики у него груз на не объем за спиной книжки все ты на фоне хромакея вот а я решил тогда но так я советского прошлого будущего то на фоне коврану это же классика понятно ну хорошо мы с тобой уже час говорим если ты спешишь я не то что спешил мне кажется что мы что мы с тобой еще не обсудили я в принципе с моя то с чем подошел ты подошел с целью там возможного материала для своей передачи а я подхожу как сапер сексуал да меня возбуждает интеллект человеке мне приятно поговорить ну не просто знаешь там как дела как погода а вот это тема где нужно думать о мозг задействовать понятно что мы с тобой там не обсуждаем совсем серьезные темы вот например оправданность тоже смертной казни да и что ты про это думаешь очень сложно для меня потому что с одной стороны ну жизнь притом неважно человеческая там или еще что-то для меня это наивысшая ценность да но с другой стороны я меня не укладывается в голове не понимаю почему родственники близкие те кто вообще в принципе с этим никак напрямую и даже косвенно не связан должны нести на себя бремя содержания виновных и а плюс а плюс учитывая специфики наших стран что ваши и наши это несовершенство судебной системы законодательной и тем более вопроса нет если подходить к этому с моим разумением то решение нет я я да я согласен с тобой что даже не то что содержание а мне кажется что это такая такая справедливая месть общество человеку которому который нарушил человеческие законы какие-то не не просто законы я имеют там воровство там или там да что-то в законы от морали особенно когда носили носили по отношению к детям это невероятно я просто не понимаю почему это тоже не чувство справедливости мое личное чувство справедливости требует мести до для человека который совершил но что-то ужасное по отношению особенно к людям к детям но с другой стороны конечно ничего не сделаешь с судебной системой с правом с ошибками этой системы и лишение человека жизни ничего нельзя сделать ну в рамках данный парадигма который мы живем естественно сделать но шаги по моему даже вот не специалистам очевидно например это ответственность тех кто ведет расследование до чтобы не получилось как с чикатило или как вот у вас сейчас там краснодарские эти людоеды которых 20 лет не могли найти или ангарский этот маньяк ваш вообще прям я вот поэтому стараюсь новости не читать не смотреть потому что я глубоко заседают и потом нельзя это из головы выкинуть да то есть вот один раз услышал казалось бы зачем мне вот эта информация да уже тяжело как-то с этим я не знаю мне не кажется что ты понимаешь тут же всегда такой вопрос сложный но ты заставишь человека отвечать как-то серьезно за ошибку да но следователь точно так же может ошибаться да вот он сегодня уверен но я не беру я давай откажемся от этой логики что вот там есть продажные следы от этого понятно что надо избавляться мы возьмем какую честную правоохранительную систему да и там тот же следователь если он будет лишний раз вот сомневаться вот перестраховываться что называется да то что же может привести каким-то жертвам за сам вот до этого мы говорим не о воровстве не о краже даже не разбоя мы говорим о том случае когда это случай не лишний здесь не может быть личных раз а плюс добавим сюда такие же чтобы исключить человеческий фактор я же двойные и тройные слепые методы да они применяются в науке в медицине здесь точно так же можно да то есть когда работу я не специалист буду логику рассказы вот человек вот он полагает что вот убийца петя да но он знает что если он ошибется то ему дамоклов меч башку отрубит он говорит ну я подожду еще послежу за петя в этот момент убивает какого-то еще человека понимаешь вот я тебе логику рассказываю такую вот я вот этого опасаюсь здесь немножко ты вот не совсем прав он не может он может вам полагать потому что у него должны быть доказательства понимаешь факты а факт это явление или вещь которая существует вне зависимости от отношения к нему наблюдателя то есть и обладая этими фактами он тогда он только после этого он должен какие-то своему замкли заключения вести мы же не берем колон это колонба понимаешь мог известны есть в истории когда и в штатах осуждали людей по 20 лет они сидели да сейчас на случай да что они они же не они же на фактах его судили они же осудили по по их на честном справедливом суде где была состязательность сторон где были все признаки хорошего честного решения однако человек 20 лет отсидел или 25 я не помню не не мне кажется нет то есть всегда стоит судебная ошибка она присутствует возможность ее нельзя исключать уже не может повториться потому что она уже была ее уже должны изучить и соответственно жизнь максим сложная бывает так что это факт и все сходится в одной точке а ты а вот он не виноват вот он виноват а он не виноват как в одном известном фильме говорили товарищ суде он виноват но не какой фильм помнишь берегись автомобиля а я уже из того поколения у которого очень тяжело с советской классикой да то есть я уже в сознательном возрасте начал некоторые фильмы сам смотреть потому что ну потому чтобы стало интересно да но это естественно не кубанские казаки не трактористы какие-нибудь а это что-нибудь типа убить дракона вот гениально это вот как раз трактористы вот такой знаешь пример фильма когда ты понимаешь что такое культ личности это очень ярко отдается понимаешь то есть вот если нот хочешь понять вот этот вот как бы материю до что называется это ты видишь вот визуальный образец описать что творилось в мире вокруг да вот на предприятиях на работе то есть если вот идут тракториста не чинить чинить и говорят слова товарищу сталина понимаешь и ты понимаешь что без фразы товарища полина ты вообще ничего не можешь сделать иначе тебя просто убьют это тотальная атмосфера страха да то есть пишет режиссер вот они сидят идут идут там что-то происходит какое-то действие не садятся и запевает песню как товарищ сталин их спас понимаешь это действительно представляю именно кстати из этого я ваши последние диалоги не досмотрел потому что когда ты начал там классно расписывать как из какой синергии состоит какую синергию превращается кинотворчество да то есть когда отдельно там визажист гример отдельно там светооператоры операторы режиссера и тут тебя бац и сергеевич начинает перебивать что-то какой-то своей сергеевич простите ничего не в тему я не знал этого да то есть ну не обращал это внимание что это вот ну прям вот настолько сложно да и тут он берете перебивает какой-то вот ну а и вообще я поэтому я кому-то другому было наоборот конечно несет то вот борис сергеевич вот это дельную мысль сказал он несет внутреннюю кухню показывать то что мало кто показывает объясняет и вот мне не учиться человеку погруженному в эту область эту информацию как бы не так-то легко вот найти а она достаточно интересная но она позволяет по-другому на все же фильмы взглянуть и даже вот казалось бы дрянное кино ты понимаешь даже дрянное кино сколько сил там вложено потому что ну вот я условно говоря таксономическая единица обывателя я вижу просто дрянной фильм а так ё-моё ничего себе так там за работы было и от этого кстати возможно еще больше будет бомбить то что столько работа такой продукт на выходе вышел что ты это писаешь вот какой-нибудь не знаю по костюмам художник вот он рисовал просто классные талантливые костюмы и все это долго трудился он сшил да все это потом вышел а фильм получился отстойный и про эти костюмы вообще никто не них никто и заметил их никто не вспомнил их никто не отметил это все просто прошло в ту а он посадишь вот он вложил душу этого все и сколько там очень много людей которые вот сценаристов часто ругают а ты понимаешь да как действует сценарист написал отдал на съемочную площадку все я была у меня в жизни история когда я знал и сценаристы и актера они друг с другом не были знакомы и я знал как они пишут эти сценарии там каждую буковку они вытирают такие злостные редакторы все очень сложно проходили такую редактуру жуткую 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 все прям вылизывался текст а в сценаристу платят в конце поэтому он как бы как раб понимаешь переписывает 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 ничего не сделаешь надо деньги получить а у актера наоборот у него съемочный день может что-то снимать не снимаем и все равно он съемочный день пришел на съемочную площадку получил гонорар даже если ничего не сняли и соответственно процесс написания сценария затягивается до максимума пока там не вылежится все а процесс съемок как это в черную дыру понимаешь говорить что-нибудь снимай как-нибудь лишь бы вот мы сняли эти три минуты материала которые у нас по плану должен и поэтому часто играют актеры плохо снято плохо не потому что они дураки не знают да потому что времени на работу нет быстрее снимай скорее 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 и конечно когда снимай скорее 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 а той логики фразы логики там текста монолога диалога часто просто не задумываются фразы фигачат 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 там ты думаешь боже мой что они несут все что не попадя потому что у них их за них спиной вот как нквд-шник стоял там советским солдаты так и здесь стоит давайте быстрее 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 гоним 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 татата тарабанили текст повернули уехали на другую точку сняли там выходит конечно так себе фильме все говорят какой сценарист дебил сценарий может великолепный понимаешь его никто а развязайте режиссер должен как раз следить так ты пойми режиссер точно такая же зависимая фигура да он ты думаешь а ты разобьет и она разобьется твои к срублые камни реальности да то есть в моем представлении режиссер увидел сценарий он его заинтересовал и он уже нарисовал у себя картину и и дальше ну я как бы читал отзыв некоторых режиссеров которые говорили что если удается там семь восемь процентов от задуманного реализовать это уже считается успех ну это у меня в голове немножко не укладывается работа в других областях где семь восемь процентов это не успех совсем да вот ну то есть у него рисуется картина соответственно а вот кстати режиссер они в спайке идут с менеджерами по кастингом кто занимается или нет или это отдельно как все по-разному тут нет такой таких правил которые никогда не знаешь уровень режиссера от этого очень много зависит да допустим если режиссером выступает никита михалков то он конечно поставить тебе условия которые будут исполнять продюсеры актеры кастинг директор и костюм все а если режиссером выступает на нормальное распределение но кривая гаусса да ну про большинство будем говорить понятно что всегда будут пять процентов справа и слева которые не будут попадать в этот михалков все-таки он не попадает мне кажется да предмет договора нет такого что такого фактически вообще не существует вообще нигде не только у нас что пришел режиссер горит я вижу вот брэда пита известный случай же знаешь как этот фильм назывался про ведьм да с мэттом дэймоном и режиссер ему бороду а гримировал его бородой пришел продюсер говорит это что такое за дела говорит как но я так вижу будет так если так видишь я возьму простого актера ты берешь метод дэймона да там сколько-то я не помню миллионов и либо ты и гримируешь его до степени неузнавания мне чего мне касса нужна да поэтому его должны все видеть поэтому ты либо его разгримироваешь до нормального состояния либо мы берем звезду пониже класса до актера и просто с меньшим гонораром что не в ту сторону ты ушел в сторону коммерческого кино где гонорары актеров только миллионами считается а я говорю тебя про обычный фильм который снимает обычный режиссер и где ну не стоит задача возможно они идеальную картину я понимаю что возможно и стоит задач где не стоит задач бабки где стоит задача творческой реализации да где у режиссера есть что сказать не он хочет это сказать не понимаешь у тебя очень простой взгляд на это режиссер всегда что-то хочет сказать то что у него не получается это сказать или у у него нет возможности, но все делают хорошее кино, никто не делает, сейчас мы сделаем хреновое кино. Вообще никто так не делает, да? А почему? У вас же сколько скандалов было, особенно с этими ремейками, когда и сейчас все, что там, ну, не все, и значительная часть того, что сейчас снимается при поддержке фонда кино, это же однозначно проекты, которые ну, мы хотели, но у нас не получилось, да, если цитировать. Не получается, да, не получается. Получается по... Есть масса причин, почему не получается, в том числе и слабый продюсерский цех, да, который который живет какими-то правилами. Ты понимаешь, вот у нас тут ключевая проблема — это государственные деньги. Они почти во всем. И она ключевая проблема почти во всем. Возьми футбол... Благодаря которому мы с тобой связались, праздник все-таки снят, не на государственный день. А? Что? Праздник снят, не на государственный день. Нет, ну, праздник... Я не не говорю, что это... Я про праздник... Подожди, про праздник играю потом. Проблема государственных денег в том, что их не нужно возвращать, да. То есть, соответственно, продюсер предпочитает работать с комфортным режиссером, а не с тем, который даст результат. Агенты предпочитают работать с актерами, которые ему заплатят, а не тот, который необходим. И они приложат все усилия, чтобы убедить продюсера и режиссера, что вот лучше взять Петрова. Хотя, по сути, это коррупционная история, да. Когда деньги... Вот канал ТНТ, да, вот сейчас вот ТНТ премьер, производит сериалы. И они производят довольно качественный продукт. СТС производит более-менее качественный продукт. Но там фактически нет государственных денег, понимаешь? То есть, там их нет просто. они выжимают из этого все, что могут. Я смотрел твой выпуск про «Позвоните Ди Каприо», да? Да. Что ты имеешь в виду просто под качественным продуктом? Это там, где он хорошо сделан или где его хорошо смотреть? Потому что это не всегда одно и то же. Хорошо сделан. То есть, ты смотрел внутрь из... Может, мне не нравится, как смотрел... Вот, знаешь, вот я тебе скажу, я не люблю смотреть фильмы Тарковского. Но это, безусловно, очень качественно сделанный продукт по подходу. Это режиссура, операторы, сценарии. Это все выписано, актеры работали. Это очень большой, объемный интеллектуальный труд, да? И очень серьезная работа. Просто смотреть я их не люблю. Есть еще фильмы, которые я не люблю смотреть, но они высокого качества. Производственного качества. В этом смысле Ди Каприо очень классными специалистами произведен. Я бы там поспорил по каким-то вещам, да? Какие-то вещи, мне кажется, из пальца высосаны. Но я сейчас, знаешь, вот смотрю восьмой сезон «Игры престолов», и у меня те же претензии и к нему. Хотя это мировой хит, да? А вот, кстати, как ты можешь его смотреть? Вот я, например, его не смотрю после того, как Джона снова оживили, да? То есть я понял, что это будет шляпа, и по всем параметрам это... Мы не забываем, что я не беру оценивать художественную ценность, как это снято. Я вот как зритель, да? Эта шляпа уже пошла, потому что все, ну пошли на угоду девочкам тринадцатилетним, и тут уже, соответственно, уровень не тот. Ну совсем, это же первоисточник у Мартина. У Мартина там еще и Кейтлин Старк оживает. Ну просто она потом как-то... Она оживает, ну как бы нам описывают ее как персонажа, но уже с опухшим горлом, ей же горло перевязает на красной свадьбе и бросает в реку. И она там вся такая опухшая, и она там в каких-то эпизодах появляется в книгах. Вот, в фильме этого нет. Поэтому, ну на самом деле я этой претензии... Поэтому твой аргумент по поводу того, что это есть в книге, ты сам же опроверил. То есть что-то они, получается, из книги берут, а что-то нет. Нет, нет, они... Ну это известная штука, что они там до третьего или четвертого сезона шли по книге, просто потом книг не стало. Книг же меньше. В этой истории я в курсе. Я просто к тому, что... А плюс какой хайп из него поднялся. Мне как-то, ну... Я тогда принципиально не смотрю, то, в чего такой хайп идет, да? Я очень люблю. Мне нравится. Я смотрю, я вот даже сейчас... Я сейчас расскажу. Завтра-посзавтра сделаю выпуск про одну из серий восьмого сезона. Там просто интересная битва. Мне хочется про нее поговорить. Вот. Но... Тем не менее, мне нравится. Я... Ну мне нравится. Это вообще вот этот мир, эта придумка со всем вот этой игрой престолов, со всеми этими королевствами, добавление своей мистики, но при этом такая чистая политика, взаимодействие, смелость работы с персонажами. Мне много чего тут нравится, да? То есть я... Я был впечатлен. Первое... Я, честно говоря, до третьей серии думал бросить. Я смотрел первый сезон. Третью серию, да. Третью серию, думаю, я уже устал от них. Но когда башку на Эду Старку отрубили, я понял, что я не брошу, да? Потому что я... Ну, понимаешь, да, главная звезда сериала, да? Никого остальных еще никто не знает. Я помню, я тоже в шоке, конечно. Ну, это Старк. Не, я сначала подумал, что они сейчас будут там какие-то там, эти, знаешь, флешбеки, или вот, а вот раньше был Старк, он был там... Ну, как-то вернут они этого писания. Его убили, бросили, поехали дальше. И это впечатляющая штука, она меня впечатлила. Конечно, есть, наверное, инерционный вопрос, да? То есть, я когда полюбил что-то, да? Дальше разлюбить тоже непросто. То есть, они могут сейчас какое-то время снимать лажу, а я все равно еще буду любить. По привычке, да. У меня такая натура. Вот. Это вообще у людей такая... Возможно. Просто есть работы такие, которые... Ну, я человек. Да, ты человек в 21 веке, когда невежество, это уже выбор, они... И там ребята нормально, грамотно объяснили, что вот есть такое психологическое явление, я просто название не запоминаю, потому что если это мне где-то понадобится, я всегда смогу найти, да? Что, да, мы привязываемся и пытаемся поэтому до конца там досмотреть фильм, который нам не очень нравится, например, вот сериал. Вот я начал... Не скажи, что мне не нравится, понимаешь? Вот что же поразительное. Причем я сейчас раздолбаю там эту серию, но я вчера ее посмотрел, третью серию, и мне есть что там поругать, а тем не менее, я сегодня посмотрел четвертую. Не знаю, мне нравятся, мне милые эти персонажи, я понимаю, костяки там драматические. Если чуть назад вернуться, тебя Деймэйлис не вырубала со своими амбициями правителя, ну, совершенно идиотскими решениями, вот этими, когда там... Я идиотские решения... Не, 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 я говорю, а те старые сезоны, я жду, а после воскрешения снова все, для меня сериал закончился. Ну, нет, ну, то есть идиотские решения, они, в общем, все там, на мой взгляд, довольно оправданы, да, то есть это, ну, молодая девочка, как она, какие они должны принимать решения? Это не самое беседное. Не знаю, как можно смотреть, если что-то бесит, знаешь? Не, мне бесит, в том-то и дело, мне это не бесит, мне нравится, мне интересно, я люблю их, все персонажи, прям, знаешь, вот эти все артисты мне очень нравятся, мне вообще все нравится, в сериале, вот, не знаю, пока вот все так, что-то там я боюсь, я как по минному полю по интернету хожу, потому что везде спойлеры, каждый идиот, посмотревший, решает тут же рассказать, что там, кого убили, и как разожжет, зачем ты это делаешь? Не знаю, мне это добивает, я отписываюсь сразу от всех, я сейчас захожу, только пишет, игра престола, я сразу вырубаю, к чертам матери, потому что отписываюсь от человека, я на него был подписан, там, год или больше, а зачем ты пишешь это? Ну, вот, вот, вчера в 5 утра закончилась 8, там, 6 серия, зачем ты в 6 утра уже пишешь спойлер, может, я в 8 начну ее смотреть, ну, что это такое? Ну, вообще, ты 8, а нормальный взрослый человек, обычно, я только начал смотреть, хотя, уже последний сезон закончил, но я не хотел смотреть его там частями, и все такое, но это вообще, зачем писать спойлеры, что ты там, ну, ты хотя бы, ты предупреди там, подкат убери этот спойлер, ну, то есть, да, ну, будь нормальным человеком, да, напиши, вот, дальше будут спойлеры, ребят, не читайте, не смотрите, не заходите, нет, вот, в первых строках, я от Собчак отписался, знаешь, когда, в седьмом, когда снова убили, вот она, драматист, 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 она мне была интересна, она когда брала интервью на дожде, я считаю, что это интервью были интересные, такие достойные, видел интервью с Невзоровым, ну, я немного смотрел, если честно скажу тебе, именно Собчак, когда брала интервью у Невзорова на дожде, не помню, нет, ну, это кошмар, ты что, это с точки, вот, сразу говорю, я снимаю с себя все это, я обыватель, я поэтому могу нести всякую чушь, это был кошмар, это вот с точки зрения, с точки зрения, у нее было, я смотрел интервью с Ургантом, это было ужасно, и был ужасен, и Ургант, и она, она была профнепригодна, а Урганту было скучно, откровенно, ну, то есть это да, но были и сильные интервью, а сейчас вот, видишь, сейчас пытаюсь вспомнить с кем, и не могу вспомнить, да, то есть это значит, что, в общем, наверное, прошло, ну, это давно уже было, три года прошло, четыре, но я к тому, что она, первый день после выхода этой, это же последняя серия, она пишет, а я не смотрю, пока весь сериал не выйдет, Джон Сноу, первая фраза, понимаете, я открываю, первая, зачем вы убили Джона Сноу, я думаю, ты скотина вообще, ты нормальный, ты человек, отписался, ну, а что уже, все, ты уже знаешь, что Джона Сноу убили, понимаешь, и сейчас ходишь, как по минному полю, в интернет, знаешь, чуть не одним глазом, чтобы понятно было, так, ладно, Максим, я смотрю на время, там смотришь, да, я поглядываю, ну, час двадцать, я не знаю, кто-то выдержит, час двадцать, доживет, кто-то до, Дейнерис, Таргарет, так ты, как режиссер, порежешь тогда, и самый сладкий момент, я выложу, выложу, все, что буду резать, зачем, это всегда такой вопрос, знаешь, я вообще сейчас почти не режу, вот интервью, если ты заметил, то, что я снимаю, там, Горис Сергеевич, у себя, ну, ты отрезаешь, получается, что ты каким-то образом преподносишь человека со своей точки зрения, да, вот тебе кажется, что он ляпнул лишнего, а ему так не кажется, тебе кажется, что у него там как-то он нехорошо выглядит, а ему кажется, что он наоборот здорово выглядит, то есть, ну, зачем, я оставлю, все выкладываю, вот человек, какой есть, такой есть, вот разговор, какой есть, такой есть, вот я какой есть, такой есть, ты какой есть, такой есть, понимаешь, не считаю нужным, не приукрашивать, не ухудшать, понимаешь, поэтому кладу целиком, поэтому будет выложено целиком, я отрежу в начале, бла-бла-бла, и в конце, сейчас, когда он попрощается, а время есть тогда, чтобы не под запись еще пообщаться? Да у меня пола времени, на самом деле, так что я никуда не спешу я поздравляю еще с борисом сергеевичем буду видимо записывать видео но это еще через часик будет так что давай я тормозу сейчас спасибо за внимание всех блог всем пока вот вопросы пишите в комментах под видео отвечу точно